На протяжении двух недель Народно-патриотический союз «Девлет» проводил праймерис – опрос населения. Основная его цель – узнать у общественности, кого они видят в роли кандидатов в депутаты на выборах парламента Республики Молдова, назначенного на 24 февраля 2019 года. В результате в 15 населенных пунктах, входящих в Камрадский одномандатный округ номер 45, проголосовало более 5000 граждан. Конечно, я оцениваю это очень положительно и хочу поблагодарить сегодня каждого человека, который, в принципе, пришел и в Камрад для того, чтобы проголосовать. И опрос проходил в каждом населенном пункте в Камрадском районе, дополнительно Кирит-Лунге и Гайдарах. И те люди, которые пришли, выразили свое мнение, потому что в бюллетене был задан один вопрос, кого вы хотели бы видеть депутатом парламента Республики Молдова. Мы сегодня видели, что, в принципе, озвучены были и другие фамилии, и тот результат, который мы получили, я оцениваю это, в первую очередь, как единство в нашей команде. Как отметила жительница данного округа, на голосование граждане шли охотно и голосовали, по их словам, за достойного кандидата, который думает и заботится о жителях автономии. Мы приходили на то, чтобы выбирать именно Николая Карламовича депутатом, потому что ни от кого, ни от другой партии или что-то, или от Башкана никто не получал никакую помощь. Сегодня нам в парламенте нужны те кандидаты, которые могут говорить от имени своего округа, своих избирателей и всей Грузии. А проблем в Грузии более чем достаточно. Мы остались без полномочий, и все наши последние митинги это показали. Мы сегодня превратились в обыкновенный район, и я думаю, что Николай Карламович с его настойчивостью, зная его как политика, потому что он сильный человек, он сильный политик, он смог оставить мандат депутата, а поверьте, это очень сложный шаг для любого политика, и это, я говорю, как бывший депутат парламента, он смог выйти из правящей, заметьте, не какой-нибудь партии, а правящей партии, для того, чтобы вернуться к своему народу, к своим избирателям и начать бороться за полномочия Грузии. Подсчет голосов проходил публично в присутствии граждан. По итогам Николай Дудогло, лидер движения Девлет, набрал более 97%. Другие 13 фамилий кандидатов в совокупности набрали около 2%. Не определилось с выбором 56 человек. Это впервые у нас в Молдове проводится такое мероприятие, праймерис называется. По итогам, подсчетам, у нас в общем вышло 5386 голосующих. Из них проголосовали за многих кандидатов тоже. И за Николая Карламовича отдали голоса 5254 голосов. С 1 по 10 декабря начнется опрос населения в Вулканежском и Чадерлунском районах, после чего будут озвучены выборные кандидаты по двум округам. Первый съезд Народно-патриотического союза Гагаузии Девлет пройдет 16 декабря в селе Кангас, где будут утверждены итоги праймерис, принят окончательный устав и программа Народно-патриотического союза Гагаузии Девлет.